Тверской гарнизонный военный суд. Здесь вынесен приговор 19-летнему Михаилу Лазаковичу, обвиняемому по статье 205 Уголовного кодекса «Террористический акт» и 244-й над ругательством над телами умерших и местами их захоронения. В зале суда потерпевшие – защитник Лазаковича и мать подсудимого. Гособвинение представляет прокуратура города Москвы, а председательствующий на процессе – федеральный судья Второго западного окружного военного суда. Начинен в хронологическом порядке. Апрель 23-го вот на этом сельском кладбище Авакумовского сельского округа 18-летний студент одного из тверских колледжей раскопал могилу. Зачем? Хотел сделать из человеческого черепа чашу, чтобы в нем растить неведомые кристаллы. Мотив шокирует здравомыслящего человека. Тем не менее, Лазакович признан вменяемым. Могилу выбрал на авось у скончавшейся в 21-м году женщины, отсек голову, которую впоследствии сварил на костре, а череп принес в городскую квартиру. Отметим, все происходящее фигурант снимал на смартфон. Позже, в мае 23-го, этот череп обнаружат следователи, которых шокирует жуткое деяние примерного с виду паренька. Интерес правоохранителей к Лазаковичу был связан с другим преступлением. В ночь с 8 на 9 мая он поджег здание Лихославского военкомата. Движимый несогласием с проведением нашей страной специальной военной операции, под влиянием откровенно антироссийских интернет-ресурсов, подсудимый взял пятилитровую канистру с бензином и поджег военкомат. Именно это квалифицировано следствием по статье 205 Уголовного кодекса «Террористический акт». Вернемся к упомянутым нами подстрекателям. Среди вдохновителей юного террориста был скандально известный телеграм-канал «Закрой». Он знаменит фейками, а также оскорблением наших вооруженных сил. По данным интернет-ресурсов ведут канал супруги Кирилл и Елена Фетисова. Покинув Тверь, они перебрались на Кибр. И оттуда занимаются антироссийской пропагандой. По официальной информации Следственного комитета, в 2022 году Фетисова объявлена в розыск в связи с расследованием уголовного дела по статье 207 Прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах Российской Федерации». Дело расследует Московский межрайонный следственный отдел регионального следственного комитета. На удочку потока ложной информации и попался Лазакович. На суде он сознался в содеянном, говорил о раскаянии. Адвокат просил суд рассматривать дело Лазаковича как несовершеннолетнего, мол, на момент совершения злодеяний ему два месяца, как исполнилось, 18. Да, возраст молодой. Но по закону за свои поступки человек должен отвечать по-взрослому. И потому неудивительно суровость приговора. 11 лет лишения свободы. С отбыванием первых трех лет в тюрьме. Остальные в колонии строгого режима. Вот такая на взлете поломанная судьба. Жаль убитую горем мать подсудимого. Роскак, замечательный ребенок, с которым никогда не было проблем, учился, проявлял успехи во разных областях. Исполнилось 18 лет и решил попробовать жить самостоятельно. И, видимо, где-то что-то, может быть, я упустила. Подсудимый возместил материальный ущерб Министерству обороны Российской Федерации за поджог военкомата. Но не только в материальном ущербе дела. Сотрудники комиссариата должны, выполняя тем более важные функции, должны спокойно и уверенно ходить на работу, чувствовать себя в безопасности. Все-таки здесь угроза более, чем просто причинение материального ущерба. Там и карточки учета, и бланки строгой отчетности, и иные серьезные документы, которые могли бы также быть уничтожены. А если говорить о компенсации морального вреда другому потерпевшему, чью подчившую жену не пощадил новоиспеченный борец за справедливость, то никакие деньги здесь не помогут. На приговор потерпевший не пришел. Не смог снова слышать это. Не смог смотреть на того, кто попрал не только государственные, но и божьи законы. Приговор в законную силу не вступил. Позаботьтесь о своей безопасности заранее.